Божье наполняет всех нас, храм наш, наши дела, все, что мы делаем, чтобы Господне благословение воистину обогащало. Аминь. Как я уже говорил сегодня, праздник, праздник жатвы. И тема сегодняшняя, она будет связана как бы вокруг, вокруг, рядышком, ну где-то мы немножко погрузимся в это. И то, что чтение сегодня было, чтение Ветхого Завета, Нового Завета, посла этого Евангелия, конечно, они как бы немножко, может, и не совсем идут точно по теме, но суть остается одна – наши отношения с Господом. Наши отношения с Господом прежде всего, потому что мы всегда, как человеки, мы слабы плотью, плоть наша слаба, и мы всегда ищем где-то какой-то трудности, поддержку какого-то человеческого, но не Божьего. И это часто нас такое потом приводит к разочарованию. Почему? Потому что мы не в Бога богатеем, а мы пытаемся человеческими методами какие-то свои вопросы решать. И это приводит нас в замешательство. Почему? Потому что, имея Дух Божий, имея начаток Божий внутри каждого из нас, мы осознаем, есть высшая божественная власть, а есть земная власть. Но часто мы, знаете, вот эту божественную нашу власть, которая дана, и нам же дана Богом власть верующим, да, мы ее не используем. И мы пытаемся вот так вот, знаете, искать быстрее там благосклонности какой-то земной. И, естественно, у нас возникает много проблем. Господь не просто говорит, говорит, прежде всего, Царство Божие, все остальное приложится вам. Почему это очень важно? Потому что, когда внутри вас Царство Божие, то есть Божий, Божественный мир находится внутри сердца вашего, то вы правильно всегда можете принять решение. Вот очень важно, вот в момент любого там расстройства, там, негодования, там, может даже быть и ожесточение, все может происходить с человеком. Но следите за своим сердцем. Вот именно, когда сердце, бывает момент, когда сердце просто закрыто, все, ничего вы не слышите, ничего не понимаете и понять не можете. Но если сердце ваше открыто, остается, разум возжигается, возгорается, разум бывает именно от несправедливости, от неправильных отношений к вам и много-много-много. Такое, что бывает разум, аж начинает гореть. Вот, естественно, тогда он выдает эмоции, выдает такие вещи, но сердце остается ровно. Вы не замечали за собой? Очень важно понять. Я вам скажу, как бы, немножко свое свидетельство. У меня был случай такой, который, не дай Бог, больше так вот, чтобы потерять мир Божий. Я не находил себе места. Я вам прямо говорю. Вот было такое, что одного там верующего в 90-е годы, его убили. Вот, убили там и взяли, закопали тайну там, все это самое. У меня страх такой. Вот я потерял мир. Я просто потерял, я не знал. Понимаете, вот ходил я, вот, знаете, как отрешенный своего рода. Мне с месяц где-то у меня вот такое было. Я не мог читать Библию, я не мог ни молиться, я ничего не мог делать. Вот. Вот такое состояние было, вот, знаете, вот, но я старался вида никому не показывать. То есть старался этого не показывать, как-то, вот, знаете, находил там чем-то в спорте или еще в чем-то, какие-то свои, знаете, вот, такие моменты, чтобы чем-то занять, чтобы только не показаться вот таким, как я был на самом деле. Вот. И проходит время, когда я вот первый раз, я как бы услышал, услышал, когда вот Дух Святой четко мне сказал в сердце, иди за Христом. Я от этих слов вскочил, вскочил ночью, вот так, и вот так раз, тишина такая, раз, а у меня внутри, как, знаете, как эхом отдает внутри сердце, иди за Христом. И вот после этого я начал снова читать Библию, начал молиться и начал вот так как бы идти. То есть, понимаете, страх, страх не от Бога, а страх это нагнетает дьявол. Вот почему я вначале говорил в вступлении, что мы ничего не можем сделать, ни с кем, ни с собой, ничего, потому что мы находимся в руках Божьих, и как Бог повернет, мы не знаем. Мы знаем, что определенное Богом оно состоится, и в нашей жизни, в нашей жизни оно состоится, да и аминь. Мы сегодня глянули, тут кого-то нет сегодня, они пришли, кто-то там остались, да, кто-то пошел на дачу закрывать, закупоривать, или там еще там что-то. Вы знаете, я не просто, я считаю, это не шутка о том, что какой вы приоритет ставите в своей жизни. Если вы ставите приоритет Божьей в своей жизни, значит, оно все успеется. Не просто первый псалом говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивый, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, в законе он размышляет день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках. Вот лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет вовремя. Вот смотрите, успеет, почему? Именно вот в этот момент Бог нам дает все, что мы задумали сделать. Вот вы ради интереса потренируетесь первый псалом, заучите его, и вот попробуйте вы день, день стараться соблюдать вот именно этот псалом. Вы себе наметите планы, вы наметите планы на этот день, и у вас они чудным образом, они исполнятся. Вы испытайте это в своей жизни, и вы поймете, что Бог, Он говорит истину. И Слово есть Его истина, которая нам дает правильное направление и правильные поступки наши, чтобы они соответствовали Писанию. Не просто Он говорил Иисусу Навину, говорит, да не отходит себе книга от уст твоих, но получай сегодня день и ночь, дабы точности исполнить все, что там написано. Тогда ты будешь успешен и благоуспешен. Вы понимаете, то есть успех еще и еще, даже больше, благословенный успех будет в его жизни. И у него так это происходило. Вот и в нашей жизни. Мы как христиане, мы сейчас нам легче. Почему? Потому что у нас есть Писание. У нас, слава Богу, мы можем собраться в храме, поклониться, помолиться. У нас библейские занятия проходят, которые тоже дают нам определенные знания, определенные вещи, которые нас назидают. Вы знаете, не думайте, что вы вот сегодня схожу, через месяц еще раз, потом еще раз. Нет, это беспорядочная вера ваша. Она не имеет порядка, она не имеет той синхронности, которую хочет Бог дать. На каждом служении есть определенные вещи, которые Господь дает для нас, для всех. Чтобы мы назидались, чтобы мы укреплялись и возрастали в духе и в истине. Аминь. Это же хорошо. Правда, братья и сестры? Поэтому сегодняшний праздник, праздник жатвы, он очень связан, тесно связан с состоянием сердца человека. Потому что вы помните, когда Каин и Авель, да, были два брата. Что произошло? Каин, Каин, за что убил Авеля? В зависть. В зависть. Вы понимаете, очень опасны вот эти вот вещи. И он убил, потому что Бог презрел, презрел именно дары Авеля, а не Каина. Казалось бы, да, что тут такое? Ну, брат же твой, слава Богу, глянь, какое благословение, когда брат рядом стоит, Бог его благословляет. И радости, а у него не было этой радости. У него ненависть к брату и такая ненависть, что он пошел на убийство. А вы посмотрите, мы от одной крови произрастил Бог весь, всех людей, всех, всех человечества от Адама и Евы. И мадагаскарцы тоже от Адама и Евы, да? Вот, поэтому, когда Господь говорит о том, что мы должны иметь страх Божий, Он имеет в виду, чтобы мы не делали плохое. Не делали плохое пред Богом, Богу, ближнему. Это его заповедь такая важная, чтобы мы имели страх. Когда мы имеем страх Божий, притчок не просто он говорит, тогда и благословение, и все, и достаток, и все идет. Почему? Потому что мы правильно будем поступать. Но если у нас страха Божьего нет, значит, у нас нет мира. Значит, мы не можем, не можем мы сосредоточиться. Но для того, чтобы восстановить мир, вот сегодня было прочитано 58 глава, да, вот, где говорится о посте, о посте, который вот угоден пост Богу. Почему? Чтобы мы не отягчали себя, свои сердца, вот именно ни объеданием поделиться там с кем-то, ни каким-то другими вопросами, ни тем, которым мы сегодня перед служением, перед, точнее, проповедью мы исповедовались. В чем исповедовались? Почему это очень важно для нас? Чтобы мы были чистыми сердцами. Иоанн Богослов пишет, говорит, если кто не согрешал, говорит, кто не согрешал, тот лжет. Потому что мы много согрешаем в словах, в мыслях, в поступках, в делах. Каждый день некоторые на нас смотрят, ой, глянь, какой он там христианин, да он там то-то сделал, то-то сделал. Но он не думает о том, что этот христианин, он исповедовался, он покаялся, он идет дальше. А этот человек находится в тех грехах, которые он увидел. То есть, вы помните, такая есть песня, Копылова, кажется, пела ее песню, там, про двух монахов, которые шли так, дорогой, может, кто-то слышал. Они идут, и увидели полуобнаженную девушку, такого легкого поведения, которая не может пройти через речку. Один из монахов берет ее на руки и переносит ее через, на ту сторону, оставляет ее, и они идут дальше. А второй монах на него, прошли какое-то время, второй монах на него говорит, слушай, ну ты-то согрешил, он чем? Ну ты-то прикоснулся к обнаженному телу этой женщины. Он говорит, я грех оставил там, а ты его до сих пор несешь на себя. Это вот именно такая хорошая песня, но она имеет серьезный смысл. Мы часто можем увидеть где-то что-то и запечатлеть, оставить у себя, вы понимаете? Никто не задумывается, какая битва происходит у человека в душе, и почему Бог допускает в его жизни то или другое падение, или спотыкание, или еще там что-то. Никто об этом не думает, но смотрит по человеческим меркам. А Бог так не смотрит. Бог смотрит на сердце твое, что в твоем сердце происходит, какая битва. Достоевский очень хорошо выразил, что душа находится между двойного бытия. Так, кажется, он сказал. Двойного бытия. То есть добро и зло постоянно происходит, битва в человеке. В ком-то она может проявиться явно, явно показать это все, а в ком-то она внутри. Внутри. Но Господь не хочет, чтобы она внутри происходила. Бог хочет, чтобы она вышла наружу. Вышла наружу, чтобы человек освободился. Чтобы человек как сосуд, который может... Может, что, если мы наполнили водой сосуд, и он будет все время стоять, что с ней будет происходить? Вода затухает. Но если мы будем видеть, что вода постоянно прибавляется и убавляется, то есть циркуляция. Поэтому и духовная жизнь человека, она, по милости Божией, она проходит именно через такие испытания. Он говорит, испытание не чуждайтесь. Яков говорит, да. Дальше Господь говорит, постигает во все искушения, не иное, как человеческое. Искушение, испытание. Почему оно постигает? А потому что Бог, Бог, Он допускает в нашей жизни. Он допускает те ситуации, в которых нам нужно укрепиться. И эта ситуация, она всегда сталкивает нас с определенными такими трудностями. И первая реакция наша, наш разум возмущается. Возмущается. Почему? Зачем? Для чего? Как это так? И проходят только годы, или месяца, дни, когда мы начинаем правильно понимать все отношения. У меня были случаи, когда я просил Господа, Господи, дай мне терпение. Вот вы начните молиться с утра, было до завтра, чтобы все живы были, здоровы. И с утра, Господи, дай мне терпение. И вы увидите ситуацию в вашей жизни. Вы думаете, как, он вот так вот щелкнул, и вы терпеливы? Нет, друзья, так не получится. Вас обязательно кто-нибудь толкнет плечом. Вам кто-нибудь скажет такое дерзкое слово. Вам еще что-то сделает такое неприятно. Бог знает вашу слабость. И Он на эту слабость, Он будет давить. Когда вы можете взорваться, выкинуть и так далее. Все может быть, поверьте. И я когда уверовал тоже, и как бы Господь изменил. А вот знаете, разговаривал с человеком, ну не знаю. Ну у меня как будто, это правда. Теперь я понимаю, что это бес разжигал, чтобы скверное слово какое-то выскочило из меня. И на меня, говорит, ну слушай, ты Анатолий, ты как-то говоришь о таких серьезных вещах, и тут же у тебя сквернословие выскакивает. Я молил, просил Господа. И он, говорю прямо, молил, Господи, не могу контролировать себя. Избавь меня от этого греха, сквернословие. И вы что думаете? Прошло, может, я не знаю, может, месяц я просил. И вот так вот произошло в моей жизни. У меня взяли кто-то, ну молодые все это, снежки апрельские, выпал снег такой. И кто-то кидает, но не целились в меня, это сто процентов. А вот именно этот снежок Бог направил в меня, и меня подозрел к этим снежком. Бах! Я поворачиваюсь, из меня поток таких скверных слов вылетела. Мне один подходит, потом говорит, слушай, Толик, ты никогда так это не ругался вообще. И все. Вот что происходит у нас на прошлом служении? Сестра Наталья затронула вопрос. Бесы, бесы и в верующих есть. Но они спрятались, они спрятались и сидят, чтобы об этом не говорить. Они не хотят, когда бесов называют их именами. Когда исповедуем мы грех, мы говорим не о том, что мы совершили, а мы говорим там грех, допустим, какой грех? Грех посмотрел человек с вожделением, да, грех прелюбодеяния. Сделал, сказал, подумал что-то, грех мыслях, тоже уже грешим об этом. Сигарета, да, мы говорим, грех алкоголь, грех. Сигарета, грех, наркотик, грех. Это же грехи. Мы называем, Господи, избавь меня от курения. Вот я тоже, когда уверен, раз, курил. Не мог бросить. Две пачки в день я укурил. Представляете, это вообще было не это самое. Но пришло время, когда я начал просить Господа. И вот он мне дал свободу. У меня до сих пор, я уже 20 с лишним лет, слава Богу, не курю. Я запах не переношу. Я не могу даже садиться к человеку в машине, если у него накурят. Просто-напросто меня внутри аж неприятно. Но до этого, когда я курил, я говорю, да, ну что тут такого? Друзья, ну это же нормально, все. Я не думал об этом. И мне часто напоминали слова мамы, Царство Небесное. Она машину, когда раз, она только, да не курь, мам, да что тут такого? А теперь-то я-то понимаю. Мне Господь дал теперь по-самому испытать это все. Христианин, христианин это живой человек, живому Богу поклоняясь. И он испытывает через себя и пропускает через себя одну, вторую, третью ситуацию, чтобы укрепиться, утвердиться, чтобы возрастать. Если вы не прошли вот этого, не испытали на себе, то вряд ли вы сможете кому-то что-то сказать или помочь. Можно быть наученным буквенно. Букву знать, а Дух тут животворит. Буквы-то убивают. А надо пропустить через себя, чтобы Дух Святой мог вас научить, чтобы вы уже утвержденные, укорененные в любви со всеми святыми могли постигнуть широту, долготу, глубину и высоту, и разуметь превосходящее разумение любовь к Христу. Вот так апостол Павел молится о нас. Ефесина. Вы понимаете, какие планы у Бога для нас? И каждый раз, когда кто-то пропускает служение, кто-то пытается, как бы, знаете, поставить приоритет, что-то другое, он упускает. Он упускает в своей жизни самое важное. Самое важное – это отношение с Богом. И это потом скажется человеку. Потому что я всегда говорил, если ребенок будет неполноценной такой, колоритной пищей питаться, каким он будет возрастать? Поэтому наш внутренний человек, он должен питаться духовным хлебом регулярно. Регулярно. Не от случая к случаю, а регулярно. Если вы хотите быть успешными, благоуспешными, Господь говорит, да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы точности исполнить все, что там написано. Вы понимаете, что мы не можем тысячу процентов исполнить, сто процентов исполнить все, что там написано. Но Господь нас будет учить. И для каждого из нас у Господа есть тот правильный путь, которым Он нас ведет. В свое время. Кого-то привел сегодня сюда первый раз, кто-то пришел вчера, кто-то когда-то еще. Понимаете, нет. Вот именно первая реакция у меня, когда я уверовал тоже, что мне там 30-летний юнец такой, да, вот, я говорю, Господи, что же я раньше-то не пришел? Знаете, вот первый локоть кусал, а думаешь, что же я раньше-то не пришел к Господу? А потом так анализирую, я смотрю, я сама, а мог ли я раньше прийти? Нет. Нет. Вот нам нужна была та ситуация, которую Господь подготовил для того, чтобы я мог это принять, и чтобы это было плодотворно. Плоды. Опять плоды. Везде, куда ни посмотри, везде плоды. Именно об этих плодах Господь и хочет, чтобы мы совершали достойный плод покаяния, чтобы мы совершали достойный плод служения, служения отношения к любому делу, которое мы бы хотели. Вот смотрите, Мартин Лютер, 500 лет назад, 500 лет назад, да, он что делал? Переводил Писание. Писание на немецкий язык. И естественно, чтобы перевести Писание, как вы думаете, сколько раз он ее прочитал? Ну, я думаю, не одну сотню раз. Почему? Потому что, чтобы перевести, кто знает языки, да, перевести с одного на другой, это очень-очень сложно. Надо подобрать, подобрать правильную тему, подобрать правильное понимание, отношения. Да все, буквально. Я не знаю, я как бы это... Ну, те, кто знает языки, наверное, понимают об этом, о чем я говорю. Вот. И естественно, что происходит? А происходит то, что он изучил Писание. Он пропустил его через себя. Почему? Бог его и использовал для того, чтобы провести реформацию. Потому что Писание послужило толчком. И праведность через веру, а не через дела, которые пытались навязать римско-католическая церковь. И естественно, он стал апостолом, апостолом, но не новой церкви, а реформированной. Реформированной церкви. Ну, кто-то пошел дальше, начали дальше отодвигаться, дальше уходить, какие-то еще вещи придумывать. Почему они это делают? Потому что они оставили, оставили историю церкви. Они оставили тот опыт, который был уже приобретен святыми на протяжении полутора тысяч лет на то время, теперь уже две тысячи лет. Ведь опыт святых, он имеет важную роль для всех нас. Почему он имеет важную роль? Потому что, придя к Господу, мне, я юнец, тридцатилетний, да, вот, а тут пришел проповедник такой, с бородой уже там все. Он рассказывает о своих вещах, о своих делах, о своих испытаниях, которые выпали на его долю, да. Он этим самым, он меня побуждает к тому, что вера, она будет осуществляться в твоей жизни, но ты будешь проходить через испытания, через искушения, через падения, через лед и через все. И этот старец, я так еще посмотрел, думаю, сначала какое-то, знаете, скептическое такое отношение, а потом прошло время, когда я начал сам, сам постигать и проходить этот путь, этот путь, христианский путь, да, начал, где ошибки, где падения, где взлеты, где все. И, естественно, то есть в моей жизни начали пониматься те вещи, о которых мне говорили. А сейчас мы видим современное христианство, ушли, ушли от тех традиций, да, от тех исторических моментов, которые прошли, святые, послужили Господу, вошли в историю, в том числе и Мартин Лютер, который сделал великое дело, тело реформации. И кто сейчас может брать с него пример? Ну вот мы еще лютеране. Опять же, эти лютеранты не все, не все сейчас именно руководствуются книгой согласия, аутбургским вероисповеданием. Некоторые уже начинают именно корень всех зол, серебролюбия, из-за денег избирать каких-то себе других, там, учителей, там, или еще какие-то движения либеральные и тому подобное. И это происходит сейчас, вот в наше время. Почему это происходит? А потому что Христос сказал, что перед Его пришествием вот именно эти моменты будут происходить, что и среди верующих, среди верующих, люди будут искать себе те красноречия и ласкательства, которые им нравились. Не то, что говорит Слово Божие, а вот именно такие вот психологические трюки, которые проводятся в современном, как бы, христианстве. И они, естественно, уводят от реальной жизни детей Божьих от Христа. Поэтому, бодрствуя, молиться Господь в случае, чтобы мы руководствовались Словом Божиим. Слово Божие светили к ноге моей и свет стезе моей. Так говорит псалмопеус Давид. Почему? Слово Божие. Оно нас поправляет. Мы не можем восстановить отношения ни с кем, если мы не возьмем в центре Слово Божие. Вот я возьму, у меня нарушились отношения с Владиславом. Мы поссорились с ним. Как мы можем порешить этот вопрос? Ну, подойдут к нам еще кто-то, поговорят, успокоят, попробуют, все равно мы останемся при своем. Еще вся церковь соберется, тоже будет говорить нам что-то, утешение, мы все равно останемся при своем. Но, как только нам Далматов пастор скажет, братья, вот тут писание написано вот так. Кто будет спорить с писанием? Я? Нет. Влад, ты будешь? Нет. Вы поняли, да? Значит, что, для нас писание, писание еще и есть руководство для жизни, для того, чтобы мы правильно могли отнестись, потому что, если для нас является авторитет Бога, то другое-другое нас ничего не может удивить. Понимаете? И поэтому нам только может правильно дать ответ это Слово Божие. Когда здесь мы читаем в Ветхом Завете по поводу поста, здесь он говорит, раздели голодным хлеб твоего Исаия из китающих бедных веди в дом, когда увидишь на Бога, отдень его и от единокровного твоего не укрывайся. Вот здесь я вам советую 58 главу пророка Исаия, прочитайте 58 главу, чтобы вы понимали, потому что у нас сейчас в современном христианстве особенно есть конфессии, которые там, они, не зная Бога, они пытаются поститься, там все, все вот внешне соблюдать, тут глянешь в магазинах сейчас бизнес очень хороший, процветает, постный хлеб, а я у батюшки одного спрашиваю, а постное сало есть? Он говорит, есть, порося в поросях, превратись в карася, так они смеются. Понимаете, в чем суть? Люди сейчас соблюдают диету, но не духовный смысл, который заложен Богом в посте, пост и молитва. Он говорит о внутреннем нашем состоянии, чтобы мы не были отягчены какими-то проблемами внутренние, которые нас тяготят. Поэтому, когда берет человек пост, он читает Слово Божие, молится, чтобы Бог очистил, осветил его. И тогда, естественно, он говорит, что успех будет тебе и благоуспех. И тогда будет Господь вождем твоим всегда и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Я тут разговаривал вам в Израиле, где я был, и я посмотрел, как воистину именно там все расцветает, все там оживает. Вот именно пример для нас. Там была пустыня, а сейчас они делают такие очень хорошие дома строят, города строятся, поселки облагоустраивают. Все это делается. Именно почему? Потому что мы видим современный мир, но он говорит о нашем внутреннем мире, что у нас внутри будет мир и у нас тогда вокруг нас будут происходить сверхъестественные вещи, о которых Господь и говорит, что я Бог живой, не Бог мертвых, а Бог живых. Так он говорит, и мы это знаем. Апостол Павел очень хорошо раскрывает нам наши отношения вот именно к теме применения сегодняшнего праздника жатвы. Он говорит, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающих любит Бог. Вот вам ответ. Хотите вы быть, чтобы вас Бог любил, значит, нужна эта жадность, она должна быть у брата, делать по расположению сердца. Сердце как располагает, так и делайте, так и поступайте. И вы будете правильно поступать. Не так, как это внутри идет борьба, а вот именно как сердце положили, вот так, вот так и делайте. У меня вот так вот бывает, ко мне кто-то подходит, и ну раз я кому-то даю, помогаю, а я думаю, вот у меня закрыто, и все, и все, до свидания. Я этим согрешил перед Богом? Нет. Я поступаю по удостоверению своего сердца. Если у меня сердце нормально в состоянии, я это делаю, если не нормально, что я буду делать? Для чего? Поэтому Господь тоже нас учит, чтобы мы были мудры на добро и просты на зло. Дальше он говорит, Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот именно Бог хочет дать богатство, Бог хочет дать все благословение, которое Он приготовил для вас. Но так вы примите Бога, примите Бога и поставьте Бога на первое место, но прежде чем дать что-то, Он сначала будет учить. Учить. Учить пользоваться деньгами, значит, деньгами, имением, значит, имением, чем-то там еще руководством, значит, руководством. Поймите, Бог всегда учит, учит, а потом дает. И это принцип Божий такой. Помните, когда апостолы, ведь они пришли, кто они такие были? Рыбаки, которые окружили Иисуса Христа, 12 апостолов. Все такие простые, как бы, не книжные, не знающие, там, ни писания, там, ничего. Но они сердцем, сердцем они были открыты Богом. И сердце послужило тому, что они стали великими. А ведь кто они? Ну, простые люди. И первый, кто спасен был на кресте, преступник, который назвал Иисуса Христа Господом. И он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Сейчас богословы ломают копья, вот он некрещеный, вот там кресят. Да как, ребята, это не наша заслуга спасения человека. Это заслуга самого Бога. Это Бог это делает. Это не я, не вы, никто. Это по милости Божьей мы спасаемся только благодатью Господа. Аминь. Но это же надо понимать. И я немножко сейчас закругляю. Хочу коротко немножко пройти по апостолу Павлу, что он говорил. Все-таки здесь он очень четко открывает нам видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуя Ему нами Евангелие Христово и за искреннее общение с ними и со всеми. Вот видите, они видя опыт какого? Опыт всего служения. Опыт, который они приобрели в результате своего служения. И апостол Павел, вы знаете, это был гонитель церкви, хулитель. Это человек, который совершил очень много зла для церкви. Но на пути в Дамаск, в Дамаск, когда он шел, то есть его Господь сам остановил. Сау-сау, что ты гонишь? Естественно, для него потом поворачивается жизнь на 180. Чем-то мы тоже в жизни такой сами представляем Павлов, так сказать. Но мы шли, жили неправильно и потом Господь на что? Меняет. Меняет на 180 наше мышление, отношение. Но еще где-то привычки, еще какие-то ошибки, грехи, они будут в процессе, в процессе очищения. И вот именно он благодарит и прославляет за опыт, опыт служения, который они приобрели, когда исповедовали Иисуса Христа и Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Именно опыт. Евангелие, оно оживает в человеке, если мы пытаемся его применить в жизни своей. И оно оживает. Оно оживает и Бог открывает нам то, что Он уже вложил в наши сердца. Молюсь за вас по расположению к вам, за преизбыточную в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дарь его 2 Коринфянам 9 глава 16-15 стих. Я тоже советую вам почитать это все, поразмышлять. Почему именно я говорил, что христианство это практическая жизнь. Это не теория, это практика. Сейчас очень много теоретиков появилось и богословов, которые пытаются на этом строить свою веру, на теоретически, но вера так не построится. Апостол Павел очень хорошо временно в 15 главе он сказал, что я не осмелюсь ничего сказать того, что не сделал через меня Господь. То есть он говорит нам конкретно, что мы прошли и испытали в своей жизни, то мы можем что и рассказать и поделиться с другими. И это будет реально иметь тот плод, плод благодарения, плод благословения, который будет для человека и для нас. И, конечно, Евангелие от Луки он здесь отвечает. Отвечает, знаете, часто у нас возникают вопросы семейного характера, часто у нас возникают вопросы имущественного, особенно сейчас последнее время, последнее время, что люди такие, воры, напыжены, назло, у меня самому пришлось испытать, мало того, что украли у нас, еще и меня обвинили в этом даже, понимаете, вот вообще вот думаешь, думаешь, как это так, вообще вот люди бессовестные, бесстыжие, мало того, что собирают всю грязь, всю гадость, либо лишь бы только обелить, очистить себя, но Бог-то поругаем не бывает, Бог поругаем не бывает, и Он предупреждал, что это то же самое будет происходить, происходить то, что люди, люди будут именно таковыми, они будут стараться только думать о себе, о своем эгоизме, заботиться, больше ни о чем, но пройдет время, и мы это увидим, мы увидим, как Бог, то, что человек сделал, как Он будет пожинать свои плоды, я просто, знаете, иногда у меня страшно становится, как вот Господь говорит, страшно впасть в руки Бога живого, когда Бог начинает работать с людьми, это самое страшное, вы помните, когда в деяниях апостолов видели преткновение, и они говорят, и ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелости говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцелении и соделание знамений и чудес именно святого сына твоего Иисуса Христа, и поколебалось место, где они находились, вот такое дерзновение, вера была у апостолов, и Господь хочет, чтобы эта божественная вера была и в нашей жизни, мы ничего сами сделать не сможем, но если мы доверимся Господу, и мы исповедуем свою веру, то это произойдет, и конечно, когда он им сказал, что он не пришел для того, чтобы судить, или там имение кому-то отдавать, там что-то, нет, ведь эти апостолы, они тоже ведь ученики, которые были, они же тоже люди, такие же, как и мы, и с такими же вопросами обратились к нему, казалось бы, Иисус, ты имеешь мудрость, да, ты все такой, глянь, учитель такой, ну помоги нам разделить это все, и видите, он отделил, отделил мирское от духовного, поэтому он и говорит, что он не пришел для того, чтобы разделить имение, кому дать больше, кому меньше и так далее, нет, он сказал, что прежде всего нужно заботиться о духовном, и дальше он в душе, когда человек набрал себе, вот у нас очень сейчас много миллиардеров в России, за какие-то тут 15-20 лет, это просто в Америке или где-то там на Западе, там людям понадобилось сотни лет, чтобы заработать такое состояние, а у нас здесь просто-напросто взяли, обворовали народ, все, обокрали всех, обманули всех, и он миллиардер, он миллиардер и всем управляет, и всем, и все хорошо, но разве это хорошо, это не хорошо, последствия, мы увидим, я думаю, увидим, последствия этих людей, которые вот так именно поступили, и так это сделали, потому что они думают, как вот этот неразумный, который собрал большой урожай, и естественно, что он хотел, насытить свою душу, вот, денег мало, миллиард, я построю хранилище на 5 миллиардов, ну вот он построил, говорит, он говорит, безумец, сегодня душу твою заберу, кому все это достанется, поэтому здесь важно понять, что надо не в эти вещи богатеть, а в Бога богатеть, потому что предстанем пред Господом, и он нам все, вот поверьте, я в своей жизни испытал, когда Господь изменил меня, я читал Библию, первый раз я ее прочитал, 4 месяца, и вы знаете, у меня вспыхивали все мои неправильные действия от 6-летнего возраста, где я не слушался маму, папу, где-то там еще там делал, у меня как все, как на пленке было, да, да, Тим, не смейся, ты думал спрятаться, не спрячешься от него, и вы представляете, что именно все моменты в моей жизни, которые были неправильны, мне Бог показывал, я просил у Бога прощения, я просил благословения для тех людей, кому это причинил, или сделал, или в отношении кого согрешил, и так далее, то есть вы понимаете, то есть читая Писание, Бог нас очищает, и он почему ученикам 17 главе говорит Евангелие Теана, вы очищены через слово, которое я вам проповедовал, вот именно живое, божественное слово, оно нас очищает, очищает нас от наших грехов, пороков, поступков, и так далее, чтобы мы более возрастали в духе и в истине, потому что внутренний человек со дня на день обновляется, и вот это, которое мы носим, как апостол Павел Харамина, вот это временно, оно уйдет, будет нетленное тело, и человек, наш духовный человек, он облечется в нетлене, при жизни ли это мы застанем пришествия Христа, или уйдя в вечность к Господу, уже там, приобретя уже то тело, которое Господь нам уготовил, нетленное тело, как и он первенец, и мы последующие за ним. Поэтому, друзья, думайте, думайте о том, чтобы быть угодным Богу, о том, чтобы Господь стал центром вашей жизни, потому что Господь говорит, что он поругает, не бывает, все, что человек сеет, то он и пожнет. Сеете вы, хорошее, чистое, светлое, вы его пожнете, пожнете в жизни своей. Сеете вы, скупо, или плохо что-то поступаете, вы поверьте, ну, Бог, он нелицеприятен. Поэтому для него мы, он нас любит, но он нас терпит, он нас терпит до того момента, пока мы примиримся, пока мы остановимся, чтобы измениться, чтобы стать другими. Мы сразу сами не можем автоматически стать по щелчку, но мы можем, когда послушание Богу проявляем, мы можем постепенно, шаг за шагом, научиться быть послушными, научиться быть исполнительными и так далее, и так далее, и так далее. Это благословит вас Господь, друзья. Пусть Господь благословит и пусть радость Божья будет со всеми нами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо большое.